У нас нет правителей в Казахстане, ни по конституции, даже по Назарбаевской конституции нет правителя. У нас даже по нынешней конституции президент страны избирается, президент страны избирается на определенный срок. Правители, как я вам говорил, существуют где-то у шейхов, которые владеют страной, Назарбаев не владеет страной. Я обращаюсь к имамам и нашим тем, кто говорит против правителя нельзя идти. Он не правитель, это вор и коррупционер. Назарбаев, во-первых. Во-вторых, еще раз, если мы руководствуемся какими-то законами, то читайте конституцию Казахстана, где говорится, есть президент страны, избираем народом, народом, не кем-то, народом на прямых выборах. Поэтому в Казахстане нет никакого правителя и не будет никогда. Правитель нужен рабам. Мы будем строить нормальное государство, где народ стоит над властью. А не какой-то правитель. Запомните, я не буду никогда правителем. Я буду избираться на выборах народом. Если я проиграю, значит, я проиграл. И так будет всегда. Когда мы будем сильнее цивилизованной страной, а не будем жить в XIX веке с разбитыми инфраструктурой и с рабской психологией. Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движений «Демократический выбор Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в демократический выбор Казахстана. Подпишитесь на мой канал.